В этом году будет 10 лет, как Лилия и Рамиль Шрафуддиновы вместе. В их семье двое детей. Старшему сыну Риналю 8 лет, а младшему Линару 5. Братья уже сейчас думают о будущей профессии. Мальчики мечтают пойти по стопам своих бабушек и дедушек. Я хочу стать стоматологом. Бабушка у меня врач. Мне больше нравится, по-моему, пожарный. У семьи много совместных увлечений, но самая любимая рыбалка. Родители с сыновьями выезжают на природу с палатками и ловят рыбу на удочки и спиннинги. Бывают крупные уловы, о которых они вспоминают до сих пор. А тут смотрим, и что-то там у нас клюнуло. Мы вместе с мужем вытягивали, так как рыба была достаточно крупных размеров, и это был лещ крупный возле берега. То есть в первый раз я обрадовалась, когда поймала леща. Вкусно мы его, вкусно сделали. Обычно мы рыбу отпускаем, но здесь такая... Лещ на 2 килограмма с тонкой леской, и она вот вытащила. Как только Шарафуддиновы узнали о проекте всей семьей, решили принять участие. Семья зарегистрировалась и теперь каждую неделю выполняет небольшое задание. Все вместе они успели сходить в кинотеатр и съездить в Сокские штольни. Фотографии совместного досуга Лилия и Рамиль выкладывают на своих страницах в соцсетях с обязательными хэштегами. По итогам конкурса семья может получить ценные призы и подарки. Но для Шарафуддиновых это не главное. Показать то, что мы сплоченная семья, возможно, на других посмотреть, как по-другому люди к этому проекту относятся. И в то же время нам очень интересно. Мы ждем следующее задание. Что же это будет, как мы его выполним. Вот. И... ну и показать, какие мы молодцы. Друзья, знакомые и родственники смотрят фотографии Шарафуддиновых, интересуются проектом и сами принимают участие в нем. Конкурс всей семьей продлится до апреля. Присоединиться может каждая семья прямо сейчас. Андрей Бессонов, Елизавета Прокопенкова, Константин Головин. События. Продолжение следует...